здрасьте я страшная жаба у нас полнолуние и рисунок на луне совсем другой потому что мы находимся в южном полушарии здрасте мальчики и девочки я говорю тихо не хочу будить соседи потому что у нас уже ночь у нас вон луна это не луна вон луна что пойдем в лес посмотрим что там ну фонариками вооружились пойдем не боишься там злые пауки акулы кархозилы вот кто еще змеи страшно питон есть питона недавно видели метро летучи до лисы метра три был питон у нас мощные фонарики гляньте какие о какой фонарик все будет видно а мы нашли страшного зверя как можно кто-то кинул в кусты велосипед видимо не нужен но судя потому что цепь ржавая странно что только в кусты могли бы оставить просто на обочине ну будем обратно возвращаться мы его положим где-нибудь здесь его заберет уже как скучно жить а кроме нарытого индюками вот тут куча мусора вот смотрите вот гнездо видите индука большой это он нарыл да и вот это все тянется к этому гнезду он видимо все отсюда тащат туда а вот сегодня рука ну какое гнездо так вот я я к тому что как скучно жить мне пишут русские люди что не езжайте в австралию что там типа вот эти все змеи и так далее пауки и все это страшно все это кусается и вас едят а мы вот идем уже сколько до и ни одной живой души парочку каких-то жабонят и супер мелких даже больших жаб нету что за жизнь пошла и вот как как вам показывать если одно разочарование даже ни одна змея светки не упала на голову что еще колы тоже говорят сыпется иногда с деревьев но никого даже летучих ушей нет а вот такого паука я еще не видел жирненький ой гляньте на нем паучата а я думаю кто по нему ползает я просто отсюда не вижу а вот сейчас поближе стал он весь паучатах вот это круто интересно мы его сейчас пугнули он побежал в припрыжку так он толстый прыгать особо не может но неуклюже интересно зверушка не знаю насколько он ядовитый недовитый но он убегал с такой скоростью что вряд ли бы он вас кусать стал правда жутко очень но только в том случае если вы муха а вот еще одно страшное животное она страшная тем что всегда на спине находится вот что ни делая ему он все равно переворачивается на спину и вот так вот танцуют о да неужели хоть одну тростникову жабу нашли ты привет куку не задумчивая сидит молчит вот так наступишь по скальнешься ударишься башкой башкой вот и причудится тебе что-то одна жаба ну что тебе жабы тоже хотят по лестнице ходят ходят по лестнице о послушайте это кузнечик а наверху кто-то в листве шевелится я не вижу кто а вот гляньте кого мы нашли какая змеючка сколько здесь метра два с половиной два но два точно есть вот она вышла поохотиться но это пяточек небольшой да небольшой маленький сидит на меня смотрит ну понятно у меня шпанарик гляньте какой хороший но я его не буду руками трогать на всякий случай все-таки ночь это дикое животное ну да ничего зверушка и мордочка выразительная как вам нравится вот такая дичь у нас водится мы сейчас где с тобой давай покажем людям вот смотрите это дорожка да а вот это дома живая там машина стоит но вы не бойтесь он не кусать не хочет он с нами дружить пошел себе в лес медленно пошел видимо мы его ослепили фонариком интересно он движется абсолютно бесшумно вот совсем не слышно а ведь старого змею кота кто-то вякнул в кустах ну ладно пусть идет и мы пойдем дальше паучок он с такой скоростью носится вы не представляете сейчас я попробую его немножечко взбодрить ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка хрен же догонишь смертельный номер идем на дорожку которая находится в глубине леса хрустим тут на дорожку знаешь как в рекламе хрустим ногами а не зубами паутинка ну просто паутинку это подожди утрату спортсмены пробегут свою себя соберут а потом можно уже ходить спокойно я страшный паук устрашен я только для мух а какая красавица а представьте если бы он возле дорожки свил вернее поперек дорожки а вы идете в этот момент радуетесь жизни тут вам на физиономию вся вот эта паутинка она размером я вам хочу сказать сколько сантиметров 60 70 кусать он правда вас не будет если пусть ничего страшного легче чем пчела будет укус но приятно походит вам по голове а кто у нас живет там вверху а этим там вроде никого нет на самом деле там есть кое-кто сейчас я подойду вы не представляете вот от фонарика какое количество мошек сейчас клубиться перед ним прям найти как пыль ну-ка давайте посмотрим вот я знаю видите видите летучая мышка то размером собачку о гляньте 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 надеюсь вы успели ее увидеть странные звуки там шумит дорога здесь много много всего вы правда уже прошли озера и не слышно жабы ой гляньте какая штука я не знаю что это такое ой что это за жук почему на тебя прилетел на свет видимо сейчас гнать будем только вам сказал что паучок будет прямо на дорожке вот она на дороге я бы почему заикаюсь меня отвлекает жук слушайте жужжание он пытается на меня сесть вот он на фонарик так реагирует вот смотрите я вам сейчас освещу видите вот паучок я фонариком положу с разных сторон чтобы вы его видели вот он сейчас висит на паутинке диаметром примерно один метр такой нехилый паучок и он находится прямо прямо вот на моем пути на дорожке если бы у меня не было фонарики сейчас бы я его себе на физиономию нацепил здесь совершенно нереальная обстановка здесь тишина такая кузнечики всякие кто-то там прыгает наверное жабы лес и только одна дорожка я вам говорил что жук жужжит да а посмотрите его уже схватил паук пока мы тут снимали одного паука по моему если мне не изменяет память но я плохо сейчас вижу я через камеру его вижу это паук вольф то есть волк интересно да козявка посмотрите какого она цвета такой плоский и мимикрирует под доску на которой сидит мы сейчас шли мы его даже не видели интересно как он успел схватить какой скоростью надо все это делать да хотя мы смотрели с тобой под под ноги хорошо да но этого мы не видели может быть он в селе сидел и выскочил но скорее всего но жук же не сидел на месте он летал вокруг нас бешеной скоростью по-моему у меня под майка кто-то ползает точно несмотря на то что эти пауки такие страшные выглядят они очень быстро мотаются прямо с невероятной скоростью но для человека они практически безопасно так но мы решили не рисковать и не идти сквозь паутину поэтому пойдем по другой дорожке возле жилого квартала фонарики у нас мощные видно хорошо да мы то пошли по безопасной дорожке но нашли еще одно пока прямо посреди дороги вот сидит здесь паутинка поскромнее сейчас я попробую подсветить сколько здесь сантиметров 60 50 может быть давайте я вам крупным планом сниму он такой колоритный смотрите какая козявка шикарная правда как вас не передергивает тень у него тоже страшно сейчас покажу вот видите какой он сейчас здесь вот между одной паутинка и второй есть просвет и туда можно спокойно пройти что мы сделали пойдем дальше теперь осторожно жаба с горящими глазами ужасное зрелище мимикрирует это геккончик маленький его почти не видно вот вот почти не видность не пошевелится и не увидите куда-то он спрятался такие живут в домах у нас едят мух вот он сидит ведь слилась слышите это звук это вот так разговаривают гекконы особенно когда сидишь ночью дома и вдруг у тебя на духом такой громкий громкий тут цик-цик-цик шустрый какой бегает а вот жабы поют они сидят на деревьях тут такой стереоэффект а вот кузнечки тоже со стереоэффектами их несколько перекликаются друг другом как тебе нравится твой фонарик да очень а вы знаете от кого это а это от наших фанатов от веры из германии спасибо тебе вера да спасибо слышите этот звук это птичка пловар истеричка ночная они летают по ночам и истерят иногда жутко громко это просто она сейчас далеко так спишь и слышишь возле дома причем она орет так довольно долго мы сегодня неплохо погуляли можем подвести итоги вы видели кучу страшных пауков которые вам показались ужасными и опасными на самом деле они не опасны здесь из опасных может быть пару-тройку видов только из по-настоящему опасных которые тоже на вас кидаться не будут бросаться кусать вас это надо не знаю сесть на него придавить как-то и они не скажу чтоб очень прямо так сильно были распространены мы кстати видели музеи пауков да вот недавно совсем статистику за 2013 год не знаю почему за 13 но вот так получилось и там было такие цифры были что он от рака умерла что-то около 47 тысяч человек что ли от падение там откуда-то просто от падение около десяти тысяч по моему человек от змей двое от пауков ноль и атаку двое и атаку двое вот ход вами статистика да поэтому народ то что вам рассказывают что тут все страшно что все так опасно что лезут там в кровать вам змеи не правда это все здесь жить довольно безопасно мы спокойно гуляем единственное ну да мы ловили один раз паука у себя какого красноспинного гараже но это был один раз и у нас район новых понятное дело только вырубили все эти кустарники а так по ночам мы не ходим нигде и вы не ходите я между в лесах на дикую природу посмотреть делать это днем так что приезжайте к нам в австралию никого не слушайте если вам будет интересно мы вам сами лично покажем все и расскажем а на сегодня у нас все пока пока а а а